Увеличить с 18 до 27 рублей стоимость проезда по муниципальным маршрутам. С таким предложением вышли представители администрации к депутатам. Необходимость увеличения тарифа на перевозку они объяснили появлением новой методики расчета стоимости муниципальных контрактов. Если руководствоваться этой методикой, то стоимость расходов по перевозкам в принципе по нашей маршрутной сети городской составляет 160 миллионов 826 тысяч с копейками. Общие доходы Горавтотранса порядка 140 миллионов в год. Они складываются из выручки с продажи билетов 46 миллионов, областной субсидии около 2 миллионов и муниципального контракта 93 миллиона. Простая математика показывает, предприятию не хватает еще 20 миллионов, чтобы покрыть все расходы. К тому же с каждым годом снижается пассажиропоток, а вместе с ним и прибыль. Из бюджета надо еще доплатить 18 миллионов для того, чтобы обеспечить перевозки при этом тарифе. Или увеличить тариф до 27 рублей. При таком повышении стоимости проезда объем выручки Горавтотранса составит почти 67 миллионов. Мы сейчас говорим, давайте поднимем цену, тогда вообще народ пересядет на такси, пассажиропоток еще снизится, мы взвинтим цену. Или давайте посмотрим простой вариант. Вот мы обсуждали уже с коллегами, да, значит, мы сегодня субсидируем на 93 миллиона, да. Так давайте цену сделаем на автобус, на проезд такую, чтобы субсидировать вообще в ноль. Сколько эта цена будет, считала администрация? 100 рублей за проезд. То есть проще будет сесть в такси и поехать за 100 рублей. Вновь повышать цены на проезд народные избранники пока не готовы. Вместо этого предлагают обновить Горавтотрансу автопарк, а чтобы увеличить пассажиропоток, пересмотреть его дорожно-маршрутную сеть. Весь самый главный пассажиропоток отдан частным перевозчикам. И, извините меня, они пылесосят проезд между старым и новым районом и обратно. А Горавтотрансу остались, извините меня, убыточные или, скажем так, назовем их социальные маршруты, которые должны быть, потому что иначе у нас люди там вообще никуда не уедут. И так мы их субсидируем. Не придя к единому мнению, депутаты решили доработать этот вопрос и обсудить повторно. Мария Руинчко, Статин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.